Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя, Перри Стоуна. Те, кто смотрят нашу передачу давно, те знают, что мы приезжаем в Иерусалим с группами слушателей с 80-х годов прошлого века. Мы снимаем по две программы с каждой группой. Во время нашего недавнего тура мы сняли две программы со зрителями основного тура, которые приехали из США. Я приезжаю сюда, и мне становится смешно, ведь у меня есть 40 с лишним проповедей для тура. Но я проповедовал 14 из 47 проповедей без конспектов. Я просыпаюсь в 3 или 4 часа утра, и Святой Дух просит меня проповедовать на какую-то конкретную тему. Раньше мы все записывали, а теперь мы вносим данные в мобильный телефон. Детям нравится фотографировать свою еду. Я не хочу получать фото с едой, но это ваш выбор. У меня есть цикл проповедей по книге Судей. Когда евреи были в обещанной земле, то это были 12 племен. Царь Соломон собрал эти 12 племен. В это время мир воцарился в стране, и этого не было при Давиде. Также Соломон построил храм, который Бог не позволил построить Давиду. Господь сказал, «Ты человек по моему сердцу, но ты человек крови». Слова «человек крови» не всегда относятся к войне, ведь Израиль воевал, чтобы выжиться. Давид убил мужа Версавия, чтобы скрыть свое беззаконие. Он человек крови. Соломон построил храм, а потом умер. Когда мы начинаем читать библейские притчи или книгу Экклесиаста, то мы видим беспокойство престарелого Соломона о том, как его сын будет править стороной. Это был Раваам. Итак, царь Соломон был смиренным в начале. Раваам – избалованный сын царя. Мажор, белая кость. Его отец построил дорогостоящий храм Господу. Он отделан золотом. Если у тебя 700 джон и 300 наложниц, то ты сойдешь с ума. Соломон не был совершенен. Как ведут себя люди, покупая что-то? Они спорят и припираются. Представьте себе этих женщин в магазине. Я хочу сказать следующее. Раваам встретился со старцами, и они сказали ему, «Твой папа обложил нас налогами, чтобы построить эти здания. Если ты облегчишь нам это время, то мы будем следовать за тобой». Раваам позвал молодых людей, с которыми его воспитывали. Что сказали те дети? «Забудь совет стариков, скажи им. Отец спорол вас плетьми, а я буду пороть кнутами». Эти слова разделили царство пополам. Образовались северное и южное царства. В итоге, 10 израильских племен стали северными племенами. А сирийцы нападали на них. Их называли «рассеявшимися иудеями». Я стою в Иерусалиме, и храмовая гора находится за моей спиной. Это участок племени Иуды. Вы знаете, Вифлеем находится в 13 километрах отсюда, а другой участок с земли принадлежал племени Вениамина. Были племена Иуды и Вениамина. В бытии есть история об этих сыновьях, но у нас нет времени на это. Итак, что же произошло в книге «Судей Израиля»? В прошлом было одно из племен Израиля. Это было во времена судей, когда евреи селились здесь. Библия говорит «каждый делал то, что ему казалось справедливым». Это неправильно, потому что один говорит «это правильно», а другой «это неправильно». У людей рождались странные идеи о том, что такое хорошо и что такое плохо. Следующий стих поможет нам понять то, что произошло там. «Колено Дана решило отделиться от остальных колен Израиля». Колено Дана находилось на севере Израиля. «Вы видели заповедник Тель-Дан?» Что было с людьми, жившими на севере страны? Итак, Скиния существовала уже в то время. Храма еще не было. Она была в Селоме. Евреи преодолевали большое расстояние, чтобы попасть на три главных праздника. Здесь есть подробности. Я обязательно вам о них поведаю. Племя Дана нашло священника. Они сказали, «Хватит быть священником над этими племенами. Приди и правь нами». Евреи вылили золотого тельца. Они поступили как предки в пустыне во время Моисея. Они вылили золотого тельца и поставили священника. Они ввели. Племя Дана выдало поклонство. «Колено Дана последовало за идолом». Это полное безумие. Они поступают неправильно, и у них священник, который направляет их. Верно? И вот что они сказали. «Следуйте за мыслью». Это из 18 главы. Они сказали ему. «Молчи. Положи руку твою на уста твои». Потом они сказали, «Чтобы мы не слышали голоса твоего». Я скажу это еще раз. А вот что происходит в племени Дана. Они говорят священнику. «Мы знаем, что у тебя есть набор правил от Бога для жизни». Да, мы должны жить по книге закона. Но мы хотим, чтобы ты никогда не открывал свой рот. Истина обижает нас. Где Гордыня? Я не хочу слышать чьи-то отзывы о том, что мы делаем. Не говори о непослушании и поклонении чужим богам. Чаще всего Бог говорил евреям об идолах. Они попадали в беду из-за идолопоклонства. Потому что надо поклоняться только одному лишь Богу. Бог упрекал их постоянно. Я буду говорить вам сегодня об опустевших кафедрах и боязливых проповедниках. Пустые кафедры и проповедники в страхе. Так пророк Илья идет на гору Кармил, сводит огонь с небес и убивает 850 лже-пророков Ваала. Когда он узнал об угрозе, и Изабель хотела убить его, Илья шел почти 200 километров в направлении на гору Хариф. Он сел и попросил Бога убить его. «Если ты хочешь умереть, то останься в Израиле и жди меча Иезавели. Положи голову и стань мучеником». «Илья, чем ты просишь?» «Илья». Но что же сказал Илья? «Я не позволю женщине убить меня, и Изабель не убьет меня». Он сел под дерево и сказал, «Остался только я один». Почему он думал так? Прочитайте внимательно. Илья считал так, потому что все остальные пророки попрятались в пещерах. Всезнающий Бог сказал ему, «Пророк, ты не один. У меня есть 7 тысяч, которые не кланились Ваалу». У меня есть вопрос. А почему они прятались? Ну, допустим, 50 пророков было в одной пещере, и столько же в другой. Праведник Авдей занял денег на покупку хлеба, чтобы накормить тех, кто прятался. А почему они прятались? Потому что нечистый дух, обитавший в Изавеле, сказал этим пророкам, «Если вы не сделаете то, что хотят власти, они трудились для правительства». Она контролировала, «Боже, помоги мне, а иначе у меня будут проблемы». У Изавели была власть, ее контролировали нечистые духи. Она сказала народу одну вещь, «Придите ко мне и поверьте в моих идолов. Следуйте за лже-богами, и тогда вы будете есть пищу с моего стола. Следуйте за мной, и вы получите помощь от властей. Поддержите меня, и вы получите многие блага». Во время голода были лже-пророки, которые питались у столов и Изавели во время голода, когда все остальные страдали. Все, хватит. Другие страдали и болели, а эти жили в свое удовольствие. Приспособленцы живут хорошо. У пророка Ильи была депрессия. Он зашел, накормил и заговорил. Когда он снова начал жить по духу, он не молчал. Он подумывал о том, чтобы замолчать. Но он не стал этого делать. И по этой причине он вернулся после встречи с Богом. Куда же пошел этот пророк? Бог беседовал с Моисеем, когда тот забрался на гору Хариф. Бог сказал ему, «Взойди на вершину, я поставлю тебя в расселение скалы». Таким образом, Моисей видел славу Божию в пещере на горе Хариф. В те дни люди отмечали места. Библия говорит, когда пророк Илья получил весть от Иезавели, и у него опустились руки, то он зашел на Хариф. Он был в пещере, где побывал Моисей. Моисей подошел к горе, увидел гром и молнии и услышал трубный звук и голос Господа Израиля. Это кратчайший человек. Он видит проявление огня и славы. Огонь на горе. Илья. Илья, он самый смелый. Он куда смелее Моисея. Илья рубил голову лже-пророкам. Он пошел туда же, и Бог устроил землетрясение, но Бога там не было. Пришел огонь, но Бога там не было. Затем Господь Бог пришел, как голос, в тишине. И это забавно. Но он знал, куда идет. «Если у тебя беда, то иди к Господу». Он идет на вершину. И суть вот в чем. Илья вернулся и провозгласил Божий приговор над Иезавелью. Приговор над ее потомками. Они были прокляты за свое отношение к пророку. Я хочу сказать одну вещь. Сейчас я вспоминаю известного проповедника 19 века Чарльза Финнея. Это было очень давно. Он служил в Америке, и Финней сказал как-то такую фразу. «Если Америка упадет духовно, то в этом будут виновны проповедники». Я люблю проповедников, и мне известны многие. Я проповедовал перед великими. Когда ты слышишь плохие новости о пасторах, то поверь мне, ведь я знаю людей. Если в церкви есть Иуда, то там будут и те, кто не уйдет от Иисуса. Есть предатели, но есть и верные. Я веду к тому, что не надо судить одних, смотря на то, что сделали другие. Не говори, они все плохие, ведь он такой. Или яблоня с гнилью, ведь одно яблоко пропало. Ты нашел фальшивую купюру, но есть и настоящие. Да. Порой в церкви происходят плохие вещи. Клиры, паства обсуждают друг друга. Пусть это не помешает тебе идти за Богом. Я хотел сказать это нашим зрителям. И скажу вам еще одну важную вещь. В среде проповедников есть такое отношение. Многие из них молодые служители, у которых нет духовных отцов в семье. Мои отцы это Фред Стоун, Тиэл Аури и другие. Флойд Лохан это сильные служители. Это люди веры и поста. Они знали, как поправить себя, научить доктрине, и знали, как учить молиться. Они учили меня действовать в дарах духа. Молодые служители считают, что нужно поступать определенным образом. Нередко они говорят, я не хочу никого обижать в церкви, поэтому я не хочу говорить определенные вещи. Я не хочу проповедовать это. Мой друг Джон Килл Патрик зашел в церковь на западе. Зал церкви был забит людьми. До проповеди служитель попросил его, не упоминай о грехе, потому что это негатив. И не говори о крови Христа. Джон Килл Патрик ответил, я уезжаю. А что ты имеешь в виду? Я хотел говорить именно на эти темы. После этого Джон уезжает в автобусе, и тот служитель спрашивает Джона, о чем мне проповедовать? Скажи им о том, что ты сказал мне. Расскажи им о том, о чем ты не дал мне проповедовать. Итак, каким образом мы, служители, пытаемся угодить всем церковным прихожанам? Мы проповедуем только позитивное. Так вы учите людей быть чувствительными. Я не буду говорить об удобствах, а об обидах, что произойдет с общиной, где сидит пять тысяч человек. Бог спросит вас, почему вы не говорили истину. Он попросит у вас отчета за то, что вы не говорили им. Вы равнодушны. Горите для Бога. Что же произойдет? Половина из них встанет и уйдет, потому что вы приучили их быть обидчивыми. У этого поколения есть все, но оно не знает, как устоять в вере в Иисуса. Поколение моего отца окрестили святошами и фанатиками. Когда дедушка проповедовал, то ему подложили динамит в палатку. Собрание моего отца пытались сорвать, и это было в Западной Вирджинии. Бывали деньки, когда пятидесятников преследовали по полной программе. Люди не верили в исцеление и говорение на языках. Орелу Робертсу пришлось свернуть палатку для служения. Дело в том, что общество и пресса угрожали ему. Я могу рассказать кучу историй из сороковых и пятидесятых годов. Эти истории научили христиан быть стойкими и научили их быть сильными. Я учился в школе в штате Вирджиния, и возможно мои одноклассники видят сейчас меня по телевизору. Они говорили мне проповедник святошим. Я носил большие библии в школу и не стыдился этого. Я читал библию в кафе. Пацаны пытались забрать ее, я сказал им, я доберусь до суда. Ну да ладно. Они называли меня святошей. Я сказал этим ребятам, вы назвали меня святошей, и вы правы. Узнайте эту святость и сами станете как я. Да, я сказал это толпе. А сейчас представьте себе следующую картину. Итак, вперед. Мы двигаемся дальше. Представьте себе, как Иисус новин робко спрашивает у жителей Гаваона. Любезные, вы не против, если ваша территория станет частью земли, которую наш Господь обещал нам? Можете ли вы представить, как Давид предлагает Голиафу на выбор пять камней и говорит, «Если вы заключите мир с Израилем, то я отдам тебе мои камни и ничего не сделаю с тобой». Давай жить мирно. Можете ли вы представить себе то, как Моисей говорит фараону, «Бог послал меня сюда. Я хочу предложить тебе этот посох». Бог дал мне этот посох. Я дам тебе посох, а ты отпусти мой народ». Если бы он отдал посох, то он не смог бы сделать чудо, я приведу вам примеры со всей Библии и покажу смелые поступки пророков. Иоанн Креститель спас бы себе жизнь, если бы он попросил прощения у Ирода. Я сказал ему, что он женился на жене брата, и это против закона. «Брат, прости мне это. Мне отрубят голову, но если ты простишь меня и позволишь вернуться к Иордану, то я буду благодарен, я советую вам прочесть историю о Иеремии. Пророка спустили в яму с грязью, и он чуть не утонул. Он сидел там долго. Когда его вынули оттуда для пророчества, то Бог сказал Иеремии, «Говори царю истинно». Когда они вытащили его из ямы, он захотел, чтобы Бог убил их. Я устал от них. Эти бунтовщики не послушают меня». Я писал комментарии на Ветхий Завет и увидел одну вещь в следующей главе. Потом Иеремия говорит, «Во мне будто огонь пылает, хотя мне не нравится говорить это вам, я не могу молчать». Вы знаете, сколько раз я проповедовал в церкви и потом говорил, «Я не хочу проповедовать это, я хочу, чтобы люди приняли меня и чтобы они ушли домой с хорошим настроением, но я ответственен за тех, кто в моем служении. Если бы здесь были пьяницы, а я хлопал бы их по спине и приговаривал, «Мы надеемся, что Бог благословит вас», несмотря на ваш образ жизни, то это не помогло бы». Я обращаюсь к проповедникам, не молчите за кафедрой, вы и ваше служение зависите от зарплаты, церковь зависит от приношений, я понимаю это. Однако, если вы будете проповедовать в силе Божьей, то говорите людям истину и делайте это в любви. Те, кто голоден духовно, будут слушать вас. Людям нужно слышать истину, не говори то, что им нравится, не нужно никаких шоу. Такой канители хватает везде. Говори пастве, вот что Бог сделает для вас, если вы поверите слову. Говорите людям о том, что Христос исцеляет, освобождает, спасает. Он крестит во Святом Духе. Он это все, что вам нужно. Я хочу ободрить Божий народ. Наступило время встать за истину. Ведущий ток-шоу спросил пастора, «Вы верите, что Христос это единственный путь в рай?» Он сказал, «Для меня это так. Вы хотите угодить всем». Надо было сказать на камеру, я говорю, опираясь на Библию, если другие религии спасают, то Христос пришел на землю зря. Мы видим, что в его ответить чего-то не хватает. Он не рассказал о том, как попасть в рай, получив прощение за грехи. Христос пришел, чтобы простить вам грехи, дать вечную жизнь и написать ваше имя в книге жизни. Знайте то, что религия приведет вас в тупик. Мы проповедуем не религию, а отношение с Богом через Иисуса. Христианство — это отношение с Богом. Я обращаюсь к телезрителям. Будь смелым в Боге и в истине. Говори истину и не бойся прихожан. Мне пишут, «Я не буду жертвовать вам», но Он никогда не жертвовал нам. Я хочу сказать вам с любовью, «Вы не запугаете меня? Бог, а не вы, призвали меня служить. Я служу Ему 44 года. Бог благословлял и помогал нам делать чудесные дела в эти годы. Мы будем продолжать делать это, следуя за Ним. Пока я проповедовал, не по конспекту, телефон у меня отключился полностью. Вот такая вот у меня сейчас проблемка. Итак, мы вещаем из Иерусалима с горы Мария, и мы очень рады, что наше путешествие проходит просто прекрасно. Мы благословляем вас и просим вас оставаться и дальше с нами. у нас есть новые предложения и материалы, о которых мы расскажем в скором времени. Пожалуйста, смотрите фестиваль Манны из Израиля. Снова! Я хочу, чтобы вы увидели мое самое востребованное и популярное учение за все время. Откровение о Вознесении. Вы получите концентрат из 1400 часов подробных исследований на тему Вознесения. Этот набор из пяти DVD, на которых находятся 10 часов учений, откроет вам эту тайну. Мы углубимся в оба завета и будем исследовать еврейские и греческие слова, рассмотрим загадочные пророческие шаблоны и древние еврейские обычаи, раввинистические откровения труды ранней церкви. Все для того, чтобы представить подробное объяснение пришествия Господа. Первый DVD называется Вознесение Откровения для апостола Павла. Узнайте, вы узнаете восемь разных событий, которые произойдут во времена Вознесения. Я объясню восемь греческих слов из Нового Завета, которые описывают возвращение Христа. Второй DVD Пророческое время Вознесения. Приведу вам восемь примеров того, как праведные спасутся от гнева и дам подсказки, указывающие на возвращение Христа до скорби. Узнайте, как книги Откровения, 24 старца, книга с семью печатями и другие образы указывают спорных вопросов о времени возвращения Христа. Третий DVD посвящен теме Вознесения, праздников Израиля и циклов урожая. Узнайте, как семь праздников Израиля скрывают удивительную пророческую информацию о Вознесении. Тайна Шафара, ежегодные циклы сбора урожая в Израиле раскрывают принцип Вознесения. Узнайте о девяти событиях, которые вы переживете во время возвращения Христа. Четвертый DVD Малахии 3 главы, что ключ к Вознесению это ваше имя в Книге Памяти. Вы увидите, чем победитель отличается от проигравшего в контексте возвращения Христа за церковью. Вы увидите, как праздник труп связан с Книгой Памяти и как Вознесение создавалось в качестве особого благословения для верующего. Но это не все. У нас есть пятый DVD «Еврейская свадьба». Мы собрали сто актеров, взяли костюмы и реквизит. Они не только покажут еврейскую свадьбу, но и раскроют 14 ключей к тому, как еврейская свадьба указывает на возвращение Христа до скорби. Вы можете получить этот сборник из пяти дисков за пожертвование в 65 долларов или больше. Звоните нам по номеру, который видите на экране, и просите предложение RA-137 или ищите его на нашем сайте. Вы также можете заказать его по почте, написав нам по адресу, который видите на экране. Вы многое узнаете, поэтому не откладывайте на потом. Заказывайте DVD сейчас. Спасибо, что были со мной на фестивале Манны. В первую очередь я хочу сказать, как сильно я ценю то, что доктор Брайан Катшелл, канцлер МШС, Международная школа слова, нашей интернет-школы, помог мне с концовками во время моего отпуска. Я все еще отдыхаю и восстанавливаюсь, а также пытаюсь улучшить состояние здоровья. У меня проблемы с диабетом. Мой уровень сахара поднимался до 350 и 400. Все начинается с этого, а потом начинает расти давление. Мне нужно было выбраться из офиса и взяться за упражнением. В наш город приехал новый служитель из другого отделения нашего служения. Он называет меня дедом. Он говорит, ну что, дедуля, пройдемся, покатаемся на велосипедах. Мы будем делать все, что можем. Вам стоит молиться за меня. Я всегда любил тот стих из Библии, в котором Павел говорит, телесные упражнения мало полезны. Я не знаю, почему он сказал это, но это мой любимый стих, но мне нужно меняться с Божьей помощью. И в сравнении с тем, что было, я ощущаю себя лучше. Я хочу поблагодарить вас за молитвы. Вот почему я обращаюсь к вам. Я хочу поблагодарить вас за поддержку и молитвы. Это означает для меня, что вы цените меня. А моя дорогая дочь Аманда приготовила новую одежду. Она любит молиться. У нее есть мудрость и дух миротворца. Я хочу поблагодарить ее. Я также хочу поблагодарить персонал голоса евангелизации. Спасибо вам. Вы очень ценно. Вы усердно трудитесь. Пусть Бог также благословит партнеров нашего служения. Партнеры, я верю, что у Господа есть откровение для этого последнего времени. Я не говорю о каком-то вне библейском откровении, потому что его нет. Я говорю об откровении от Духа Святого через Слово. Есть вещи, которые Дух Святой высвободит в этом мире. Я ощущаю нечто. Слава Богу. Слава. Он высвободит их в мире для тела. Это откроет глаза людей, потому что откровение разрушает оковы. Откровение разрушает дремена. Оно открывает то, что враг использует для атак. Я верю, что с помощью Божией мы получим великое откровение. Следите за нашей передачей. заходите на сайт нашего служения. Если вы хотите купить что-то, то можете сделать это на нашем сайте. Подписывайтесь на наш канал, на Ютубе и в Фейсбуке. Мы хотим использовать соцсети, чтобы достигать людей. Помните о том, что мы молимся по четвергам вечером в 6 часов по Восточному берегу. Вы можете присоединиться к нам. Мы будем молиться в согласии с вами. Для нас очень важно, что вы молитесь в согласии с нами. Перри Стоун приглашает вас в тур по Израилю в 2020 году, который пройдет с 23 ноября по 2 декабря. Вы также сможете посетить Петру в Иордании. Звоните по номеру, который видите на экране, или заходите на наш сайт, адрес которого указан на экране, чтобы узнать больше, а также зарегистрироваться заранее.